Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас в экономике здравого смысла. С вами Ярослав Армачук. Тема сегодняшней передачи Груз 200. Речь идет о чем? О российском рубле. Он превратился в Груз 200. В мертвую валюту. В деньги, которые стали фантиками и мусором. В начале 2021-2022 года курс был 74,75 и вот буквально не прошло и три месяца как он летит в там террорез. Решение 9 марта Центрального банка о приостановлении валютных операций по сути дела заморозки валютного рынка означает только одно. Порядка 300 миллиардов долларов денег вкладчиков будет заморожено и пущено на государственные нужды, на отдачу долгов как долгов Газпрому, Роснефти, на поддержку безумной армии, а также других бесчеловечных экспериментов Путина и Кремля. Вот такова только одна начальная цена всего того, что задумал Кремль. Неадекватности поведения, оценки экономических и других факторов вторжения в Украину. К чему это приведет, друзья? Ну, трудно себе представить рынок современной страны без валюты. Но сегодня, по сути дела, валюты нет. Кому нужны будут рубли? И вот как раз груз 200, это деревянный рубль, деревянный российский рубль, который за последние 20 лет радикально обесценился и буквально обесценение за март, за апрель этого года будет гораздо, гораздо больше. Готовы ли россияне платить за такую цену? Я думаю, это вопрос каждому человеку, который имеет какие-то сбережения, который трудился, копил, сберегал и думал, никогда не надо повторять эксперимент Советского Союза. Помните, когда в начале 90-х в прах превратились в клады десятилетий труда наших родителей и дедов. И вот то же самое Путин сделал своей агрессией, своей войной в Украину. Белорусский рубль тоже не будет стоять. Уже сегодня 3,6, а было 2,5, друзья. Это только начало. 4,5 не за горами, потому что белорусский рубль привязан к российскому рублю. И здесь эта связка, как раз тот случай, когда мертвый тянет более-менее живого с собой на дно. Поэтому чем быстрее Лукашенко и власти Беларуси поймут, что необходимо как можно быстрее отстраниться, изолировать себя. Понимаешь, что очень сложно это делать сейчас от России, от российского рубля, тем выше шансы хоть минимальные на спасение экономики, на спасение белорусского рубля и прежде всего Беларуси. Поэтому, друзья, вот мы видим, как мир поддержал Украину в борьбе за свою свободу и независимость, в борьбе против агрессора, который развязал, посредил третью мировую войну. И рубль, российский и белорусский, это хорошие индикаторы того, к чему приведет вся эта авантюрия в экономике. Бедность, нищета. Смотрите, еще только практически санкции начали работать буквально неделю-две назад. Сотни компаний отказались от работы в России и в Беларуси. Оказывается, в Беларуси и Россия после этого похоронили, поставили грязь на IT-секторе. Финансы — это все. Все рейтинговые агентства говорят, что Россия — это страна с практически нулевым, дефолтным рейтингом ценных бумаг. То же самое будет в Беларуси. Да, будет Беларусь, Россия обмениваться деревянными рублями. Кому они нужны? Но самое страшное, что это дорогая цена, которую платят добыватели, платят орки за ту агрессию, которая ведет Кремль против Украины. Чем быстрее эта авантюра, эта война, трагедия закончится, тем быстрее мы начнем создавать свободные демократические страны — Беларусь, Россия. И тем быстрее мир вернется в нашу планету. Но, друзья, смотрите, если у вас есть какие-то рубли, если у вас есть даже возможность купить сегодня по 3,6 белорусский рубль или по 130 российский — покупайте. Потому что груз 200, реально груз 200, курс 200 — не за горами. Все хорошее. Будьте с экономикой здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Живе Беларусь! Слава Украине!